Это программа «Бизнес-курс». Меня зовут Анна Григорьева. Здравствуйте. В самом начале весны на Кубани был зарегистрирован фонд развития промышленности Краснодарского края. Двери свои он распахнул только в середине апреля. И вот сегодня у нас в гостях директор фонда развития промышленности Краснодарского края Дмитрий Королев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. У вас очень молодое предприятие такое создано. Очень хотелось бы узнать его предысторию. Как был создан фонд, по каким причинам и, главное, по чьей инициативе? Ну, не безызвестно и неоднократно анонсировалось уже, что фонд развития промышленности был создан по инициативе, по поручению губернатора Краснодарского края Венимина Ивановича. Это событие, это решение было принято в ходе проведения Совета по промышленности, которое проводилось Вениамом Ивановичем в городе Армавире в августе. Значит, идея создания фонда, она идет с федерального центра. На федеральном уровне действует Федеральный фонд развития промышленности уже более трех лет. И за последние годы он показал свою эффективность. И по итогам 2017 года Фонд развития промышленности федеральный был признан одним из наиболее эффективных институтов развития. Поэтому, соответственно, Федеральный центр рекомендует регионам, субъектам тоже создавать, ввиду того, что большое количество заявок. Поэтому Федеральный фонд предоставляет займы предприятиям промышленности, которые претендуют на высокие суммы займа. Поэтому достаточно есть большое количество предприятий, которые являются малыми, средними, которые не могут получить соответствующие займы. Поэтому было рекомендовано, соответственно, субъектам Федерации создавать такие же фонды. Соответственно, такое же решение было принято губернаторам. Мы, соответственно, разработали все финансо-экономические обоснования. Значит, бюджет предусмотрел средства краевой на текущий год. И, как вы сказали, с апреля фонд распахнул свои ворота, свои двери. 16 апреля. Вот такая, в принципе, была предыстория его. История у вас еще сейчас не очень большая. Но я так понимаю, что у нас в крае оказывается достаточно серьезная поддержка промышленности. Какова роль ваша в этом механизме? Что вы должны делать? Что касается вообще в целом поддержки промышленности, У нас, можно так сказать, что вообще впервые, можно сказать, в крае вообще поддержка промышленности началась, грубо говоря, с 2016 года, когда начала действовать государственная программа развития промышленности, в рамках которой предоставлялись различные виды субсидий непосредственно промышленным предприятиям. Но в основном все виды поддержки направлены на возмещение понесенных затрат, на возмещение процентных ставок по кредитам. И в целом для решения вопроса, на который жалуются очень многие предприятия, это очень высокие процентные ставки. И был создан непосредственно институт, фонд развития промышленности Краснодарского края, основная задача которого – это предоставление займов промышленным предприятиям по льготным процентным ставкам. Фонд развития промышленности имеет два продукта на сегодняшний день, с которыми работают предприятия. То есть первый продукт – это предоставление льготных займов от 5 до 50 миллионов рублей под 6% годовых. Это средства, которые будут идти непосредственно из краевого бюджета. И второе направление – это предоставление займов от 20 до 100 миллионов рублей под 5% годовых. Этот продукт у нас имеет софинансирование с федерального бюджета 30 к 70%. То есть 30% – это средства краевого бюджета, 70% – это федерального. То есть это, но, что это означает второй продукт, да, софинансирование. То есть после рассмотрения документов, заявок предприятий краевым фондом, эти же документы направляются еще на дополнительное согласование в федеральный центр, что влечет несколько увеличений сроков рассмотрения примерно на несколько месяцев. Вот примерно такая основная задача. Но сказать, что основная задача фонда – это выдавать займы не совсем верно, в каком ключе. Фонд в целом создан для того, чтобы развивать промышленность, для того, чтобы предприятия могли модернизировать свои основные производственные фонды, осуществить техническое перевооружение, чтобы могли создаваться новые преимущества, новые производства. И в целом фонд создан для того, чтобы повысить конкурентоспособность нашей краевой промышленности, которая в последние годы стала набирать темп развития. Поэтому он как институт создан непосредственно для развития промышленности Краснодарского края, для создания новых производств, для привлечения инвестиций в регион и, соответственно, оказания финансовой поддержки промышленным предприятиям. Помимо займов, какую работу вы еще проделываете? В целом, фонд является еще органом, который консультирует по всем мерам государственной поддержки, как на Крым, так и на федеральном уровне, в том числе. В том числе еще фондом будет осуществляться дополнительная функция по повышению производительности труда. Это отдельное немножко направление. Но тоже ваше. В структуре фонда создано соответствующее подразделение, которое будет заниматься вопросами повышения производительности труда на промышленных предприятиях. То есть в этих целях фонд будет привлекать как экспертные организации, которые имеют опыт в этой сфере, которые будут непосредственно оказывать такие услуги промышленным предприятиям. Это будет сделано путем отбора, прозрачного отбора. Будут установлены критерии соответствующие. То есть эти порядки уже разработаны и завершают в стадии определенной согласования. Также он будет привлекать иные организации, которые не будут являться участниками региональной программы. То есть фонд будет организовывать проведение семинаров, конференций. Фонд будет самостоятельно оказывать такие услуги путем сотрудников, которые будут иметь тоже соответствующую квалификацию при приеме на работу. Но основная функция фонда, именно основное направление, это предоставление займов. Каждое из направлений вашей деятельности, безусловно, интересно, но в первую очередь бизнес, как и промышленность в том числе, интересует займ. Каковы условия? Для получения займов условия являются общими формальными требованиями для любого заемщика, как и в банке. То есть это юридическое лицо, либо индивидуальные предприниматели, которые должны быть зарегистрированы на территории Краснодарского края, которые не должны находиться в процедурах банкротства, ликвидации, которые должны иметь прозрачную структуру собственности. Они должны быть там аффилированы от иных лиц. И соответствовать перечень документов, которые будут готовить предприятие, должно соответствовать утвержденному фондам порядку. Каким образом мы вообще работаем с предприятиями? Создан официальный интернет-портал фонда развития промышленности frpkk.ru, на котором создан личный кабинет. Предприятие промышленное регистрируется на сайте фонда, заполняет первоначально резюме проекта. Резюме проекта, можно так грубо сказать, что это школьный бизнес-план, который содержит в себе наименование предприятия, наименование вида деятельности, которое он осуществляет, сумма, которая ему необходима, значит, какие экономические эффекты будут от его реализации, его проекта, то есть, на какую сумму будет увеличен налоговое поступление в краевой бюджет, какое количество мест он будет создавать рабочих и так далее. После этого, как поступает, такая заявка в электронном виде, назначается менеджер проекта. Менеджер проекта проверяет в течение трех дней эту заявку, если все соответствует, то предприятие также в электронном виде, в личном кабинете уведомляется о том, что он одобрен. Соответственно, предприятию направляется перечень документов, которые мы необходимо подготовить. Основной из этого документа – это бизнес-план. Предприятие описывает полностью все расчеты. Что мы подразумеваем под проектом? Проект не означает непосредственно строительство нового завода с нуля. Проект развития – это в том числе модернизация, то есть приобретение нового оборудования взамен морально устаревшему старому, какое-то техническое перевооружение. Но в том числе это может быть и строительство. Что касается основного условия, мы работаем 50 на 50 с предприятием. То есть, если предприятию необходимо приобрести оборудование на сумму 10 миллионов рублей, 5 миллионов средств должны быть предприятия, средствами 5 миллионов выделяет фонд. Из тех 5 миллионов, которые выделяет само предприятие, только 15% достаточно, чтобы были собственные средства предприятия. Остальные 85% могут быть также заемными средствами, как других банков, так и третьих лиц, иных организаций, либо их партнеров, соинвесторов. Значит, средства, которые выделяет фонд, можно потратить практически на любые цели. То есть, это приобретение нового оборудования, разработка нового продукта, разработка проектной документации, оплата расходов в связи с реализацией проекта. То есть, туда включается заработная плата сотрудников, приобретение расходных материалов, за исключением строительно-монтажных работ. Потому что эти средства на строительно-монтажные работы должны быть потрачены самим предприятием. То есть, из 50% средств, которые предприятия, вот они эти средства направляют на стройку, мы выделяем на все остальное. Эти стандарты рекомендованы нам Федеральным фондом развития промышленности, поэтому мы действуем именно в этих рамках, которые рекомендует Федеральный центр. Соответственно, как я объяснил, работаем 50 на 50. То есть, основные условия – это иметь 50% своих средств. Это первое. Второе – иметь, то есть, да, быть зарегистрированным, не находиться в стадиях ликвидации банкротства. И как бы иметь чистоту, да, самого там финансовых расчетов. То есть, мы, естественно, будем проверять баланс предприятия, смотреть на его, в принципе, как бы, да, развитие за последние, там, несколько лет. Будем, ну, конечно, смотреть, там, как он платит налоги и так далее. Вот, потому что деньги бюджетные, и нужно, конечно, себя безопасить, но при этом исключены любые, какие-то там бюрократические проволочки. Мы не требуем ничего лишнего, все исключительно связанное с проектом. То есть, это бизнес-план и подтверждение того, что у него имеются собственные средства. Вот, то есть, мы, естественно, будем оценивать, в том числе, сам проект, его реалистичность. Вот, будем смотреть на рынки сбыта, той продукции, которую предприятие собирается выпускать, да, то есть, есть ли они эти рынки сбыта или нет. Будем смотреть на эффект от этого проекта. А сколько времени уходит на рассмотрение такой заявки? Это очень непросто, мне кажется, проверить все аспекты деятельности предприятия. У нас по нашим регламентным срокам, которые мы установили, от момента захода предприятия до момента одобрения займа, срок составляет не более 50 дней. На самом деле, да, но если у предприятия будут документы подготовлены очень качественные, то есть, да, как бы на... То есть, у нас как получается, менеджер проекта, он подсказывает, ну, грубо говоря, исправлять ошибки за предприятие права не имеет, но менеджер проекта будет указывать тоже путем личного кабинета, то есть, предприятие ехать, приезжать к нам, сидеть, привозить постоянно документы не нужно, все в электронном виде. То есть, менеджер проекта в личном кабинете, изучив, соответственно, документы, изучив бизнес-планы, расчеты, финансовую модель проекта, указывает на то, что не хватает каких-то определенных расчетов, недоуказанных, либо они некорректно произведены, соответственно, предприятие устраняет. Если предприятие изначально подготовило качественный пакет документов, то есть, финансовая служба предприятия сделала качественные расчеты, отразила полностью то, как указано в нашей методике, потому что методика разработки бизнес-плана и финансовая модель, она есть. Это облегчает предприятиям. То есть, мы там указали конкретно в каждой графе, какие нужно указывать показатели, какую описательную часть. Вот этот срок, который обозначил 50 дней, может быть сокращен. То есть, это может быть гораздо быстрее. Все зависит от качества работы предприятия. Поэтому мы не видим проблем, чтобы это было гораздо быстрее. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ставка у вас процентная, она одна для всех, или вы индивидуально рассматриваете каждый проект? У нас ставка очень строго лимитирована, в отличие от банков, которые могут, в зависимости от рассмотрения документов предприятия, да, и сомнениях, в каких-то там нюансах, да, и у проекта могут тому ставку увеличить, либо наоборот снизить. У нас она строго лимитирована. 6% это по той сумешности, для всех по краевому, и если с привлечением федеральных средств, то 5%. И еще один нюанс. Буквально недавно Федеральный фонд развития промышленности внес изменения в свои порядки, установив, что если в качестве объекта залога мы принимаем, то есть мы обязательно берем залог, ту сумму займа, которую мы предоставляем предприятию, он должен быть обеспечен залогом. Ну, то есть предприятие предоставляет нам залог под сумму займа. То есть если предприятие берет там, да, там 5, или там, грубо говоря, 5 миллионов рублей, соответственно, на 5 миллионов рублей пусть плюс проценты, плюс проценты с этой суммы должно быть обеспечено залогом. Это может быть как недвижимое имущество, могут быть банковские гарантии, поручительство третьих лиц, там, недвижимость различного рода. У нас установлены еще ставки дисконтирования под виде залога, который будет предоставлять предприятие. В отличие от банков, наши ставки дисконтирования значительно ниже, порой даже в два раза ниже. В среднем наша ставка дисконтирования составляет 25%. То есть 25% это средний дисконт по залогу у нас составляет 25%. Значит, если предприятие предоставляет в качестве залога гарантию гарантийного фонда Краснодарского края, либо гарантию кредитной организации какой-либо иной, то ставка дисконтирования составляет 0%. То есть выдается, если приносит на 5 миллионов рублей гарантию гарантийного фонда, мы сейчас как раз заключаем соглашение с гарантийным фондом Краснодарского края, это будут наши партнеры, то ставка, соответственно, дисконтирования будет 0%. Гарантийный фонд не требует залога, ну как, он требует залог 70% к 30%. То есть 30% должно быть обеспечено залогом, 70% как бы они не требуют. Это условия более простые, если у него нет каких-то объектов недвиженности у предприятия. Так вот, Федеральный фонд развития промышленности сейчас унес изменения в свои порядки. Установив, что если в качестве обеспечения займа будет предоставлена гарантия банков или гарантийных фондов, субъектов Российской Федерации, то ставка процента составляет 3% в первые 3 года и в последующие 2 года 5%. Вообще, мы выдаем займы, как и Федеральный фонд развития промышленности до 5 лет. Значит, мы вынесли аналогичные изменения в свои порядки буквально неделю назад. И по софинансированию с Федеральным фондом у нас тоже так же составляет 3% при предоставлении в качестве обеспечения гарантийного фонда, либо иной кредитной организации. И по нашему продукту краевое финансирование 4% годовых. Тоже по те же условия. Первые 3 года 4% годовых и 6% в последующие оставшиеся 2 года. Условия с банковскими не сравнятся. Что касается еще наших условий, у нас первые 1,5 года предприятие платит только проценты. Что еще больше облегчает его возможность выхода на окупаемость. Это сделано для чего? Потому что в первый год-1,5 предприятие, только реализуя проект, понеся затраты, оно только начинает развиваться, только начинает получать прибыль. И ему первоначально очень тяжело нести сразу большие суммы выплаты кредитов. Поэтому первые 1,5 года только проценты. При этом проценты выплачиваются ежеквартальными платежами, не ежемесячно. И уже только последующие 3,5 года выплачивается тело кредита. То есть условия у нас достаточно лояльные. Их просто на сегодняшний Краснодарском крае просто не найти ни в одном из банков. Как построена работа фонда внутри, во-первых, ну и в взаимодействии с другими структурами? Что касается, как организована работа фонда внутри. То есть здесь, как уже я сказал, у нас работа идет через личный кабинет. У нас в структуре фонда создан специальный отдел, как так называемый кредитный отдел, как в любом из банков, который состоит у нас из пяти человек. Это, соответственно, те самые менеджеры. Это люди, имеющие профессиональный опыт о работе с юридическими лицами в банках. Это достаточно отобранные нами люди, имеющие большой опыт в этой сфере. Потому что достаточно серьезная работа оценить непосредственно финансовую составляющую проекта, оценить его рынок сбыта, оценить его расчеты и так далее. Это достаточно серьезная работа. Потому что именно менеджерам проекта, именно вот этим отделом подготовится заключение. Экспертное заключение непосредственно, которое содержит в себе определенные риски, либо их отсутствие, либо какие-то предложения дополнительные к предприятию, то есть есть ли там большие риски по реализации этого проекта. То есть это основное заключение. Второй блок – это юридическая экспертиза проекта, где будет оцениваться непосредственно залог. Потому что залог оценки имущества осуществляется независимо оценочными организациями, уполномоченными на то фондом. Мы осуществили отбор таких организаций. У нас были разработаны критерии для оценочных организаций. Мы сейчас произвели их отбор и утвердили их в реестр. Соответственно, предприятие будет из реестра уполномоченных выбирать оценочную организацию. У нас в структуре фонда имеются профессиональные залоговики, и так их назовем, которые будут оценивать риски и ликвидность этого имущества. Можно ли его принять в залог или несет определенные риски в случае невозврата продажи такой имущества. Но не дай бог, конечно, чтобы такое произошло. Мы будем эти риски все оценивать, чтобы полностью их исключить. И, соответственно, управлять в юридическую экспертизу непосредственно документов. То есть, это всех, грубо говоря, устав предприятий, учредителей, правоподписей. То есть, именно юридическая составляющая. Два этих заключения будут выноситься на экспертный совет. Потому что решение принимает не фонд. Решение будет принять экспертный совет. Значит, экспертный совет состоит из представителей как банковского сектора, так и представителей иных институтов развития. Тоже финансистов и экономистов. На котором будет менеджер проекта представлять заключение, рассказывать о возможных рисках, либо об их отсутствии, рекомендовать этот проект. И второе, это будет непосредственно заявитель. Презентовать свой проект и отвечать на определенные вопросы именно о самом проекте. То есть, это сам будет представитель предприятия. Сам представитель предприятия, да. Либо его директор, либо его представитель. И уже экспертный совет будет принимать решение, одобрить или не одобрить. Значит, что касается взаимодействия с иными структурами. Ну, непосредственно мы очень плотно функционируем, взаимодействуем с нашим учредителем. Это департамент промышленной политики Краснодарского края. Он наш не просто товарищ и союзник. Он нам помогает в плане поиска потенциальных заявителей, имея широкую базу непосредственно предприятий, потому что они очень плотно работают с промышленными предприятиями. Да, и в части продвижения и оказания мер поддержки, в части государственной программы развития промышленности. То есть, они нам в этом плане, мы, конечно, с ними очень плотно взаимодействуем. И в том числе департамент промышленной политики непосредственно предоставляет нам субсидию из краевого бюджета на предоставление займов и на содержание фонда. Вот поэтому подотчетно перед этим органом. Что касается взаимодействия с иными структурами, это мы очень плотно взаимодействуем, да, как мы уже говорили, с гарантийным фоном Краснодарского края. Мы уже согласовали все положения этого соглашения, все его основные параметры. И мы очень плотно взаимодействуем с центром поддержки предпринимательства Краснодарского края. Значит, что касается этой организации, то здесь нам, они готовы предоставлять созданный у них каворкинг-центр для проведения семинаров и различных переговоров, тренингов с промышленными предприятиями. Они уже это нам сделали, предоставили. Мы провели три... Не один раз, сколько я знаю. Не один раз, да. Мы провели уже три таких семинара, на котором присутствовало трижды более 60 человек. Это порядка 30 предприятий. Их было, то есть, 90 предприятий... Уже охватили. Да, то есть, мы рассказали им уже про продукты фонда, что такое фонд, каким образом нужно получать займы, презентовали им полностью. Раздали им соответствующие буклеты, показали лиц, с которыми им непосредственно необходимо будет работать. Мы вообще открыт фонд для всех, то есть, не обязательно звонить непосредственно менеджеру проекта, или выходить на кредитное дело, можно звонить мне напрямую, на телефон общий, если необходим ему. То есть, не можно прийти, позвонить и так далее. То есть, плюс центр поддержки предпринимательства еще оказывает иные услуги в части вопросов, связанных с разработкой бизнес-планов. То есть, для субъектов малого и среднего предпринимательства, они отбирают ежегодно консалтерские, экспертные организации, которые предоставляют такие услуги. Соответственно, мы можем рекомендовать предприятию, которое к нам обращается, которое желает получить взаиму, можем рекомендовать им центр поддержки предпринимательства, который, в свою очередь, могут предоставить им реестр краевых организаций, которые оказывают соответствующие услуги. Более того, центр поддержки предпринимательства предоставляет, возмещает, или не возмещает, а софинансирует такую разработку, такого бизнес-планового в объеме 25 тысяч рублей. Соответственно, если там стоит 75 или 50, я не знаю, сколько стоит на самом деле, то есть 25 тысяч. Ну, четверть суммы, это уже хорошо. Да, готов заплатить центр поддержки предпринимательства, у них для этого есть заложенные соответствующие средства в бюджете. То есть, вот с этими инсультами очень плотно взаимодействуем. И очень плотно мы взаимодействуем с Федеральным фондом развития промышленности. Они ежегодно проводят семинары для региональных фондов. На самом деле, региональные фонды стали создаваться примерно вот около года назад. То есть, есть уже созданные в некоторых регионах, есть даже те, которые уже предоставили кому-то займы. То есть, на самом деле, это находится на такой стадии зарождения вообще всего этого. Поэтому они, Федеральный фонд развития промышленности методически рассказывает, то есть, фонды задают вопросы, каким образом необходимо действовать в той или иной ситуации. И фонд на эти все вопросы отвечает. В текущем году, в феврале, как раз мы участвовали в таких семинарах, двухдневные курсы были. То есть, вместе с коллегами из других регионов мы плотно взаимодействуем, как и с другими регионами, в том числе, с фондами, созданными в Южном федеральном округе. Тут есть в Волгоградской области создан, в Ставропольском крае, в Ростовской области. То есть, мы с коллегами очень плотно взаимодействуем в том плане, в части методического обеспечения. И, естественно, с Федеральным фондом развития промышленности, с которым мы тоже в ближайшее время будем подписывать соглашения. Потому что с ними нам привезла очень плотная работа в части продукта после финансирования. То есть, они наши тоже такие партнеры, учителя, наставники, можно сказать так. В целом, на фонд развития промышленности, на предоставление займов в текущем году в бюджете предусмотрена сумма в 500 миллионов рублей. Это много или мало? Ну, как вам сказать, это и не мало, и не много. На самом деле, для некоторых предприятий, для крупных, может быть, предприятий, требуется миллиард или два миллиарда. Но, на самом деле, сумма вполне адекватная. Дело в чем? Дело в том, что есть Федеральный фонд развития промышленности. Соответственно, те предприятия, которые нужны займы, Федеральный фонд предоставляет до 500 миллионов рублей. Тем предприятиям крупным, которым нужны большие займы, они могут обратиться напрямую в Федеральный фонд развития промышленности. Соответственно, наши предприятия, мы, в основном, все-таки нацелены больше на малый и средний бизнес, потому что стоит задача как президента страны развивать непосредственно малый и средний бизнес. Поэтому у нас в Краснодарском крае большинство промышленных предприятий, большинство, можно сказать, процентов 85. Это именно предприятия малого и среднего бизнеса, которые наиболее на сегодня нуждаются в поддержке. Поэтому мы нацелены больше именно на вот этот сегмент. Поэтому эта сумма, учитывая наши объемы выдаваемых займов, абсолютно адекватна. Дмитрий, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Думаю, что это наша не последняя, только первая встреча. И будем рады видеть вас у нас в гостях. Еще раз приходите. Спасибо большое. Обязательно придем и все расскажем. Это была программа «Бизнес-курс». Встретимся с вами ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова